Смотрите, какой митр тайг. Копейки. Вот вам митр тайг. Красивый кофейник, красивый молочник, сахарничка. Все есть. Все просто на удивление. Вот так вот положим, как и было. Вот мини, мини-мини, китайские мини. Немецкие, видите. Триптиз. Вот не первый раз я встречаю. Очень изящные вещи. Видите, как здесь, какие блюдца глубокие. Очень оригинально и красиво. В стиле Майсен. Штрой Блюмэн, так называемые. На троих. Правда, здесь побольше, чем на троих. Но, тем не менее. Красивые. И вот, я хочу обратить ваше внимание, блюда удобные. Это прям как саке. Предполагается. Немножко здесь скольчик свежий. Но форма, видите, какая любимая форма. Всеми странами. Вот какая глубина этих блюдец. Смотрите. Прелесть. Ну и здесь, соответственно, мы с вами видим большое количество шикарных тарелок. Все в Германии. Это все очень красиво и практично. Смотрите, какие сервировочные тарелки. Почему бы и нет. Причем не использованы были золото в отличном состоянии. Что еще нужно для хорошего застолья? Блюда есть. Вот. В принципе, все есть. На фоне вот такой оптимистической картины 59 евро. Художник какой-то. Вот. Вот такие дела, господа. Вазочка, посмотрите, какая ручной росписи. Какой поднос 12. Смотрите, какой. Вот блюдо. Очень красивое блюдо. Это керамика. Очень красивое. И еще одно. Очень практично. Обратите внимание. Стоит копейки. Сервис я молчу вообще. Копеечный. Винтерлик слоновая кость. Кайзер, между прочим. Чтобы вы были в курсах. Белый кайзер. Вот она вторая стадия. Первая стадия была бисквит. Вторая стадия была глазурирование. Вот она, смотрите. И можно изучать технологию производства. Дальше идет роспись. Причем, смотря какая. Может быть дальше пойти. Какие-то цветы. Идут наброски сначала карандашом. Там много, много стадий даже с цветами. И потом в конце золота. Это самая последняя стадия, когда наносится золото. И в очередной раз обжигается. То есть, после нанесения узоров. Сами узоры, они многоступенчатые. Ну, то есть, может быть 4, 5, 6, 7 стадий. И потом уже в конце золото. Посмотрите, какие чашки. Копейки. Блюдце 1 европейский. Деньга. Чашка 2. Это все копейки. Таказия, господа. Мисочка. Тарелочки сервировочные. Глубокие. Белизна. Глазурь. Молодцы. Спасибо мастерам от души. Многие люди просто радуются, именно используя в конце концов это. По назначению. Посмотрите, какие практичные пиалы. Тонкие, легкие, но тем не менее прочный фарфор. Глазурь. И сахарница, ребята. Классика. Просто классика. Попробую докупить. Это уже будет дорого. Это будет дорого. Подсвешник 12. Это тоже какая-то фирма. Это Мелита. Это тоже качественно. Но это сервиз для одного человека. Такой, знаете, одиночка. Во-первых, практичный. Намного. Никакого риска. Сел. Трапезу провел. Поговорил сам с собой. Посоветовался. Пришел к выводу, что настолько. Удобно одному. В общем, все это делать. Как-то. Не опасно. Никаких претензий. Не будет. Никто не будет жаловаться. И. Постановил, что. Все-таки. Спокойствие. И еще раз спокойствие. Интересный сет, да? Такая тыринка. Такой соусник вообще. Декоративен. Ведерочка. Вот, ребята. Речь. Речь. Речь о том, что это речь. Три пары. Появляются иногда красивые вещи. Причем на любой вкус. Картинка неплохая. 29. Акварель. Акварель. Тоже. Видите, почему в Европе население не увеличивается. Никто не хочет жениться. Никто не хочет. Нажимаете. Вот. 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 Вот вам. Вот вам, ребята. Ширдинг. Шикарное блюдо. 80-х годов. 2 евро. Бери. Не хочу. Вот сервиз. Копеечный. Зато какой красивый. Посмотрите. Как-то я не могу вам марку эту сказать. Что же это за марка? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Лия. Называется. Эти изящные красивые тарелки. Никто не признает с первого взгляда. Нет. Это Кёниглиф и порцелан. Может это Титау. Это очень крутая вещь. Очень-очень крутая. Это видно. Потому что она стоит недорого. Поэтому у вас может отсыдаст впечатление, что это какая-то дешевка. Да. Дорогая вещь иногда может стоить очень дешево. В этом и есть философия. Вообще-то королевский порцелан Титау. Я же говорю копеечный. Поражаюсь иногда вообще всей этой историей. Ручная работа. Мастер расписывал. Многоуровневая такая вот технология. Спасибо. Очень есть интересные люди у нас, знакомые, которые досконально знают технологию производства данных вещей. Сейчас, секундочку. Интересно всегда, что написано. Не зря же пишут. Да, это Титау королевский. Это, кстати, поставщик двора Его Величества. Как-то встречался один раз Титау. Поехал в далекую хорошую страну, помню. Королевский. Это поставщик двора Его Величества. Титау. Да. Единственное, нет одного блюдца, видишь. И сахарницы. Да, и сахарницы нет. И все, видишь, в разнобой. Причем, называется сервис Лия. Насколько мне не изменяет зрение. Ну и блюдо. Смотри. Блюдо просто вообще. Потрясающе, ребята. Я когда-то его там показывал. Да, ну он очень недорогой. Это кто это? Митертай? Да, это очень классно. Смотри, какой объем. Да, да. Это вообще это. Он стоит недорого. Он там 15 евро стоит. Но это ж какая работа. Обалденно. Цена это не всегда. Можно за копейки такую вещь найти, что... Просто восторг. Смотри. Смотри, какие объемные края. Классно. Ну, все красивое. Блюдце такое. Блюдце такое. Блюдце такое. Все очень красивое. Мелограммное. Угу. Очень нежно и стильно и сдержанно в то же самое время. И комплект. И комплект, да. Такая сахарница красивая. Да. Как невеста, да? Конечно. Ну, торжественная такая. Очень торжественная. Форма такая, да. Глазурь. Вот это же вручную глазурирует. Представляешь, как это вот? Человек рукой опускает в глазурь, в эту ванну. Потом правильно вынимает, чтобы остатки глазури могли прокапать хорошо. Назад туда, в ванну. Это очень все. Какая красота, да? Изолотка. Не тяп-ляп. Да. Чудесные вещи. Просто чудесные. Красивые. Сахарница. Какое основание сахарницы изумительное. Какая нежность. Ну, она немножко грязная. Но это же все. О, грязная. Это наоборот хорошо. Это видно, что давно ей никто не пользовался. А может и никогда не пользовался. Вообще обалденный сервис. Все разборки. Спасибо. Принесли мне вот такой вот. Это вообще прикол. Да. У дна нет дна. На подарок, знаете, классно. Человек наливает воду и выпадает в осадок. А. Поехали. Э, да. Вот так вот. Продолжение следует...